МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По данным полиции, в квартире подозреваемого обнаружены две пластиковые коробки, в одной из которых находились два предмета, внешне напоминающие пистолеты калибра 8 мм. В другой предметы, аналогичные к составным частям, к пистолету калибра 9 мм. Также сообщается, что обнаружен предмет, напоминающий револьвер наган, 54 патрона, а также метательное взрывчатое вещество. Все обнаруженные предметы изъяты. В пресс-службе МВД отметили, что подозреваемый лично изготовил огнестрельное оружие путем изменения составных частей. Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступлений, предусмотренных частью 1 ст. 222, частью 1 ст. 222 прим. 1 и частью 1 ст. 223 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении 44-летнего вооруженца Пермской области. В Якутске нашли тело студента, пропавшего 22 февраля. По данным Следственного комитета, страшная находка была сделана 25 февраля за зданиями в районе торгового центра «Палладиум». Внешних признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Следователи проводят проверку. Назначена судебная экспертиза. 23-летний Николай Попов учился на втором курсе физико-технического института СВФУ. В день пропажи, как сообщается, молодой человек отдыхал с друзьями, но по неизвестной причине покинул компанию. Тем временем полиция объявила в розыск двух жительниц Якутии. Туяра Уарова, 1974 года рождения, ушла из дома в Якутске 22 января и до сих пор не дает о себе знать. На вид ей 40-45 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные. Мария Амосова, 1986 года рождения, пропала еще в сентябре прошлого года. На вид ей 30-35 лет, телосложение средней полноты, волосы темные. Внешности обеих пропавших соответствуют фотографиям. Лиц, располагающих информацию о местонахождении Уаровой и Амосовой, просят звонить по телефонам, указанным на ваших экранах. В Нюрбе оштрафовали коммерсанта, в магазине которого продавали просроченные колбасные изделия и фарш. Прокуратура возбудила административное дело. Арбитражный суд республики признал индивидуального предпринимателя виновным и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. В сообщении прокуратуры отмечается, что проверка была организована с привлечением специалиста департамента ветеринарии. В Якутске со двора дома на улице Калевица угнали машину Toyota Corona. Через некоторое время сотрудники Росгвардии обнаружили иномарку на улице Чернышевского. Молодой человек, сидевший за рулем авто, на предупредительные сигналы не среагировал. Тогда оперативники приняли решение блокировать Toyota на обочине проезжей части. В салоне находился молодой человек, который был пьян. Им оказался 20-летний житель Якутска, ранее не судимый. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Отмечается, что угнанную машину вернули хозяину в исправном состоянии. В Сунтарском Улусе завершена прокурорская проверка после возгорания микроавтобуса, перевозившего группу детей из Якутска в село Сунтар. Десять школьников возвращались из центра отдыха «Сосновый бор». В прокуратуре сообщили о массе выявленных нарушений, которые могли стать причиной происшествия. В частности, директор Сунтарской средней школы номер два переложил ответственность за транспортировку детей на их родителей, хотя должен был сам отвечать. Поездка была организована без сопровождения ответственных лиц. Микроавтобус не прошел предрейсовый контроль, а водитель не имел лицензии на перевозку пассажиров. Кроме того, он более десяти раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По результатам проверки прокуратура несла в адрес начальника управления про желание района директора школы начальника ОМВД России по Сунтарскому району представления также возбудила в отношении индивидуальных воспринимателей перевозившего детей административные дела. На этом у меня все. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok